Евгений, добрый день. Да, Борис, добрый день. Как вы оцениваете вообще сейчас в такой текущей ситуации, непростой, роль риэлтора и она увеличивается, уменьшается на ваш взгляд? Да, я в первую очередь хотел бы начать о том, что сегодня мы как раз находимся на замечательном предприятии 30 лет российской гилдии риэлторов, когда профессионалы собираются вместе и решают те вопросы, которые являются актуальными прямо здесь и сейчас. И сейчас такая ситуация, когда фактически вот это вот единение позволяет риэлторам чувствовать себя более уверенными и вот открыт такой диалог позволяет им находить ответ на те сложные вопросы, которые есть у клиентов. Отвечая на ваш вопрос, а вы спросили, напомните мне о чем? Роль риэлтора, просто ситуация непростая и кто-то говорит, что денег мало. А вот как раз роль риэлтора в этой ситуации, когда действительно люди чувствуют себя не уверенно в решении для них важного вопроса покупать, не покупать жилье, а когда нужда есть, действительно родился ребенок, родилось два ребенка бывает ситуация одновременно. И это все как раз задача в том числе риэлтора для того, чтобы найти ответ на этот вопрос. Потому что на рынке очень много сейчас информации, как принять правильное решение, знает только профессионал. А риэлтор, который тот человек, который обладает всей полнотой информации и не заинтересован, в отличие там, допустим, даже от конкретного застройщика в реализации своих объектов, он может подсказать правильное решение, как привести это жилье, если денег нет, где лучше воспользоваться кредитными ресурсами, какая ставка для него будет наиболее оптимальной, низкой, честной и справедливой и нужной прямо здесь и сейчас. Как раз роль риэлтора в сложные периоды жизни как страны, так и непосредственно в целом рынка очень важны и значимы. Поэтому роль риэлтора выросла кратно именно сейчас. Вот у вас как раз один из слайдов был в презентации, связанный с тем, что 47 процентов, по-моему, людей сказали, что они не покупают новое жилье, потому что не могут реализовать свою вторичку. Насколько это является сдерживающим фактором для развития текущих продаж рынка? Но это прямой фактор, который влияет на сегодняшний момент на развитие рынка, поскольку на рынке первичного жилья действует господдержка, где ставки на сегодняшний момент находятся на уровне 9 процентов, а на рынке вторичного жилья еще недавно, вы помните, два месяца назад ставка находилась на уровне 24 процентов. Хорошо, что центральный банк проводит грамотную разумную политику, которая направлена стабилизация ситуации в стране, да и сейчас ключевая ставка снижается, да, и как раз снижение ключевой ставки позволит сейчас оживить рынок вторичного жилья. Почему это приведет к росту работы бизнеса риэлторов и сообщества? Потому что без продажи квартиры на вторичном рынке клиент просто физически не может купить новое жилье, и поэтому сейчас ситуация с каждым днем становится все лучше и лучше. Ответил на вопрос? Да, конечно. Есть мнение сейчас у многих экспертов, что как в двадцать первом году ключевая ставка не является единственным драйвером, и что есть куча других сдерживающих факторов, в том числе и курс доллара, и ситуация политическая, и в частности вот депозиты, которые были с большими ставками. Вы ожидаете, что эти депозиты вернутся на рынок и в частности на рынок недвижимости? Да, ставки по депозитам с каждым днем становятся все ниже и ниже. Депозиты закончатся ориентировочно трехмесячные сейчас, в ближайшей перспективе. Полугодовые депозиты под высоким ставком закончатся осенью, и, конечно же, станет вопрос у многих людей поиска реально понятных инструментов с положительной доходностью. Сейчас таких инструментов на рынке не очень много, а недвижимость всегда пользуется популярностью у россиян в части как улучшения жизненных условий, так и в части просто инвестирования денег и средств. Поэтому ситуация будет с каждым днем становится все лучше и лучше, и, конечно же, вопрос в части принятия решения по покупке жилья для человека, скажем, в нем все будет становиться более понятным. Ну, короче, будет больше покупать, я надеюсь, потому что вот сейчас мы видим первые сигналы, положительные сигналы, когда мы начинаем отталкиваться от нас. Получится достичь каких-то весомых изменений все-таки, как по вашему прогнозу, вот концу лета, например, или все-таки рынок будет еще далек от тех показателей, которые были в феврале, скажем, или в прошлом году? Рынок, я думаю, что еще не выйдет на те показатели, которые были в прошлом году, тогда рынок очень активно развивался, а сейчас вы правильно отметили, рост рынка зависит от многих факторов. В первую очередь в понимании человека в том, что ситуация стабильная и он готов покупать жилье. Вот все эти факторы вместе сойдутся, цена, желание человека, чувствование уверенности в завтрашнем дне и цена ипотеки. И в целом наличие предложения, предложения сейчас на рынке, вы знаете, становится все больше, скорее всего приведут к тому, что ситуация будет улучшаться, но не достигнет тех объемов, которые были в прошлом году. Говорят, что застройщики сильно снизили заявки на проектное финансирование, это может привести к дефициту новых объектов в ряде регионов. Я отвечаю за розничный бизнес, сейчас, к сожалению, не могу подтвердить ваш тезис о том, что застройщики сильно снизили объем своего бизнеса в части возведения новых проектов. Я думаю, что это не соответствует в полной мере действительности. В целом, у застройщиков такой очень долгосрочный бизнес, который фактически выражен в том, что нужно и закончить действующий, и начинать новый. Поэтому, с учетом того, что под этот бизнес задействовано большое количество ресурсов, и этот бизнес невозможно как дом или печь взять, так и остановить, поскольку это приведет достаточно существенным потерям для застройщиков. Скорее всего, застройщики так или иначе будут двигаться ровно тем темпом, который для них был понятен раньше, когда они в принципе закладывали определенную долю риска в свое развитие. А как вы вообще оцениваете перспективы гильдии риелторов как профессионального сообщества? Оно вообще актуально? Абсолютно актуально, поскольку именно в рамках конкретно данной гильдии, это крупнейшая гильдия на сегодняшний момент, самое лучшее профессиональное сообщество риелторское, которое существует на сегодняшний момент в Российской Федерации, они как раз и позволяют людям получить лучшее качество услуги, благодаря вот именно объединению, благодаря тесному диалогу. Клиент выигрывает в рамках вот именно таких площадок, потому что оттачивается как качество, так и сервис, представление данной услуги. И самое главное, важность этой услуги, которая понятна непосредственно нашим клиентам. Спасибо большое, не буду больше заедет. Спасибо. Всего доброго.